Друзья, пока мы с вами отдыхали, а кто-то даже работал в эти выходные дни, произошло огромное количество интереснейших событий на рынке технологий, IT и медиа. И даже некоторые новости сегодня придется повторять, потому что мы вроде бы говорили в субботу про выход Samsung Galaxy S21 FE, но за эти два дня произошло такое количество разных слухов, изменений и опровержений, что это нужно опять проговорить. Вы находитесь на канале Ивана Лучкова. Начинаем! Итак, я напоминаю, что в прошлом выпуске новостей мы говорили про скорый выход субфлагмана Samsung Galaxy S21 Fan Edition. И уже говорили его технические характеристики, приблизительную цену и дизайн. Как вдруг оказалось, что у Samsung возникли огромные сложности, которые не позволят ей выпустить этот смартфон. Правда это или неправда? Давайте сейчас послушаем, что произошло и сделаем какие-то выводы. По информации издания ET News, релиз устройства могут отменить из-за дефицита полупроводников, в частности процессоров. Их версия упирается в догадки о том, что все чипы бросят в производство складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Fold Flip 3, на которые у компании огромные надежды. Но данную догадку разбивает в пух и прах инсайдер Ice Universe, которому мы уже прям верим, потому что его догадки часто сбываются. По информации этого человека, S21 FE не будет представлен из-за несоответствия стандартов некоторых компонентов смартфона. Он предполагает, что проблема именно в аккумуляторе, и чтобы не повторить судьбу Galaxy Note 7, в Samsung решили пойти на серьезные меры. Естественно, сразу после этого многие издания решили напрямую обратиться к компании Samsung за официальным комментарием. И обычно, когда такие конфузы случаются, Samsung прям уверенно отвечает, что это все слухи неподтвержденные, не нужно им верить, дождитесь официальной информации. Но в этот раз ответ оказался какой-то очень неуверенный. В официальном ответе Samsung нет точной информации по поводу S21 FE или какой-то четкой позиции о его производстве, но надежда на то, что анонс все-таки состоится, есть. Ну, состоится когда-нибудь. Вот так звучит это утверждение. Хотя мы не можем обсуждать детали невыпущенного продукта, пока ничего не было определено относительно предполагаемой приостановки производства. И в этой ситуации Samsung находится, скажем так, в тупике, потому что полностью комментировать такие слухи невозможно, ведь придется тогда действительно подтвердить, что они готовят именно S21 FE. Это, в принципе, неудивительно, но компания раньше времени старается, скажем так, не разбрасываться такими фактами. Еще есть один нюанс, который может не позволить им вовремя его выпустить. Ведь Samsung всегда ориентируется на ситуацию на рынке и, главное, на выход основных конкурентов. Основным конкурентом у Galaxy S21 FE всегда является какой-то подешевевший смартфон компании Apple. Поэтому не мудрено, если они просто придерживают анонс этого устройства, пока Apple не покажет какие-то свои основные новинки, либо же не намекнет, какие новинки, в принципе, появятся на рынке. И поэтому немножко раньше времени выпустят типа альтернативу в виде Galaxy S21 FE. Как много людей сейчас используют старые версии операционной системы Windows? Я говорю о таких операционках, как Windows 7, Windows 8. Я, кстати, часто играю в разные старые сетевые шутеры и часто слышу от многих пользователей, которые со мной общаются по голосовому чату, что да нафиг-то Windows 10 нужна. Оставляем Windows 7, не такие большие требования, старые проверенные игры идут хорошо, но у меня есть печальная информация для всех пользователей, которые не торопятся переходить с 7-ки, либо же с 8-ки на 10-ку. Компания NVIDIA официально заявила, что прекращает поддержку драйверов своих продуктов для этих старейших операционных систем. После заявления Microsoft о прекращении поддержки Windows 7 и Windows 8 NVIDIA не остались в стороне и решили проявить солидарность в этом деле. Согласно внутренней аналитике компании, большинство владельцев видеокарт GeForce уже перешли на Windows 10 и наслаждаются игровым процессом без компромиссов. Очень важно отметить, что NVIDIA будет выпускать критические обновления безопасности, которые никак не затронут производительность вплоть до 2023 года. Но если вы не геймер и даже не задумывались об обновлении драйверов или же не знаете, что такое GeForce Now, то беспокоиться вам, наверное, не о чем. И здесь нужно сказать, что такие вещи, как обновление драйверов для видеокарты, это действительно весомая причина перейти на Windows 10, потому что с каждым обновлением драйверов постоянно действительно улучшается оптимизация работы и системы, и работы некоторых современных игр. Иногда бывает так, что выйдет игра, а играть в нее нормально можно только после того, как NVIDIA заточат под нее новые драйвера, поэтому здесь вдеваться некуда. И пока мы находимся в теме гейминга, стоит проговорить про новость, которую недавно подкинула нам компания Xiaomi. Xiaomi это уникальный бренд. С одной стороны она борется с конкурентами, с другой стороны она использует конкурентов, чтобы зарабатывать на них немножечко денежка. Что получилось? Xiaomi решила обуздать рынок мобильных геймеров, а все прекрасно знают, что, допустим, на айфонах есть много мобильных геймеров, и тут как бы не заработать, ведь есть айфон 12, который работает по технологии MagSafe, вы можете присоединять к этому смартфону при помощи специальных аксессуаров на магнитах. Различные устройства с разной функциональностью. Xiaomi сели, почесали репу, думали, что бы такое выпустить для пользователя айфона, чтобы он тоже мог что-то примагнитить. И выпускают специальный геймерский кулер, который позволит охлаждать ваше устройство во время игры. И самое что главное, да, он работает по MagSafe, поэтому вам не нужны будут никакие дополнительные коннекторы, чехлы и аксессуары. Компания утверждает, что там находится 15 неодимовых магнитов, которые очень плотно прилегают к корпусу смартфона, и он ни в коем случае не соскочит во время активного мобильного гейминга. И многие спросят, а неужели iPhone 12 так сильно нагревается, что его приходится охлаждать? Если говорить откровенно, несмотря на замечательную оптимизацию работы системы и, в принципе, производительный процессор, все-таки в некоторых мобильных играх бывает, наблюдается небольшой троттлинг, который происходит как раз из-за перегрева. И вот такой гаджет, Fan Cooler 2, он будет называться, и, насколько я понимаю, он будет выпущен под патернатом бренда Black Shark, пока это, собственно, ну, как бы и есть Xiaomi, он должен как-то решить эту проблему. Вопрос только в другом, будут ли пользователи iPhone в принципе заказывать себе такой аксессуар. И я даже знаю, у кого компания Xiaomi подсмотрела подобное решение, ведь совсем недавно компания Asus со своим ROG Phone даже в нашем видео показывала, как это все работает. Правда, у Asus ROG Phone этот кулер присоединяется незамысловатым способом при помощи специального кредла и дополнительного бокового коннектора питания, а здесь все немножечко проще. Раз мы упомянули бренд Asus, поэтому не могу не воспользоваться этим самым моментом и порекомендовать вам замечательный ноутбук. Кстати, сейчас время лета, время отпусков, но мы-то с вами знаем, что отпуска уже настоящего не существует. Если вы работаете в какой-то современной профессии, вам всегда приходится оставаться на связи и даже во время отпуска иногда работать, вносить какие-то правки, что-то записывать, кому-то писать, что-то редактировать. И для этого собой идеально подойдет вот такой ультракомпактный ноутбук. Это ZenBook UX363. О нем мы уже с вами говорили, он легко превращается в планшет, а его технические характеристики позволяют вам даже удаленно заниматься серьезными задачами. Что круто в этом ноутбуке, даже в такой малютке смогли уместить микрофон с интеллектуальным шумоподавлением, поэтому если вам нужно оставаться на связи либо быстро записать какой-то аудиофайл, вы здесь это легко сделаете. На борту этого маленького и компактного ноутбука трудится процессор Intel Core i7-1165G7, 16 гигабайт оперативной памяти и очень быстрый SSD-шник объемом 1 терабайт. Естественно, здесь есть Wi-Fi 6-го поколения, так как мы используем процессор компании Intel. Сюда завезли Thunderbolt 4, чтобы можно было круто подключиться к большому монитору. И новая версия нампада, он называется NumberPad 2.0. И также в комплекте есть стилус для быстрых заметок и творческих задач. Самое главное в этой модели это его компактный 13,3 дюймов экран Full HD с OLED-матрицей. Невероятный 100% цветовой охват DCI-P3. Просто посмотрите, как он выглядит. Must have. В прошлом выпуске новостей мы говорили с вами о том, что в Испании женщину приговорили к реальному сроку в тюрьме и большому штрафу за то, что она использовала нерецензионный софт от компании Microsoft, Windows и Microsoft Office. Мы проговорили одну сторону вопроса, то, что это уголовная ответственность, но не проговорили другую сторону вопроса, стоит ли так рисковать и пользоваться пиратским софтом, скачанным из сомнительных источников и залитый сомнительными производителями такого взломного софта. И подъехала очень любопытная информация, которая раньше была недоступна в подробностях. Хакеры в сети обнаружили огромную базу вируса объемом 1,2 терабайта с куками и логами более чем 3,5 миллионов компьютеров на Windows. Эта база собиралась с 2018 по 2020 годы. В базе были обнаружены 2 миллиарда куков, 22% которых все еще актуальны. Если перевести эту информацию в более человеческий вариант, то кто-то с помощью вируса собрал 26 миллионов логинов и паролей, в том числе 1,5 миллиона от Facebook, 262 тысячи от социальной сети Twitter, 154 тысячи от Instagram, более 100 тысяч от LinkedIn и 209 тысяч логинов и паролей от Amazon и других популярных социальных игровых и коммерческих сервисов. А теперь самое интересное. Для его распространения использовали пиратскую версию Adobe Photoshop 2018 года, активаторы Windows и пиратские игры. При этом ни один из антивирусов не может обнаружить этот троян. К тому же появилась информация, что этот троян можно спокойно приобрести в Даркнете за 100 долларов, которые действительно не детектятся современными антивирусами. Более того, этот троян даже способен на регулярной основе делать снимки на веб-камеру вашего компьютера и также сливать их в другое облако. И тут многие маководы скажут, вот так им надо виндузиатникам, используют пиратский софт. Но ложка дегтя есть и в мире маков, и в принципе в среде компании Apple. Оказывается, что да, такие программы нежелательные присутствуют и в App Store, но самое что интересное, компания Apple умудряется зарабатывать даже на таком софте. Согласно отчету Washington Post, около 2% из тысячи наиболее прибыльных программ в App Store размещены злоумышленниками и занимаются обманом. Некоторые из них были замаскированы под VPN-сервисы, некоторые под антивирусы. Антивирус для айфона вообще, просто чудо. Были также сайты знакомств, считывание QR-кодов и даже замаскированные под официальное ПО-приложение, принадлежащее крупным брендам. Не переживайте, 12 из 8 вредоносных программ уже были удалены компанией Apple, но приблизительная сумма украденного 48 миллионов долларов. И Apple не была бы Apple, если бы не получила с этого тоже профит. То есть, что получилось? Софт злоумышленников, который официально находился в App Store, заработал в общей сумме 48 миллионов долларов. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что компания Apple зарабатывает с разработчиков 30%. И получилось так, что злоумышленники, сдирая деньги с обычных доверчивых пользователей за какую-то левую подписку либо за какую-то неработающую функциональность, отдавала 30% этой прибыли компании Apple. Кроме пандемии, 2020 год запомнился всем нам таким как бы слоганом под названием «Ожидание». Дефицит, нехватка комплектующих, подорожание различных аксессуаров и гаджетов. И многие в этом дефиците ввинили накатившийся кризис из-за COVID-19. Но специалисты разобрались, в чем на самом деле проблема. И оказывается, проблема более глубоко лежит. И все она заключается в том, что многие компании в нашем мире используют, скажем так, современную стратегию под названием «Точно в срок». Именно из-за нее многие компании переживают сейчас не самые лучшие времена. Экономическая стратегия под названием «Точно в срок» подразумевает бережливое и размеренное производство, которое помогает стимулировать продажи, запуск новых продуктов и экономит бюджеты на содержание складов. Именно эту модель в рамках Apple в свое время построил Тим Кук, хотя далеко не он был ее родоначальником. Официально первооткрывателем модели Just-in-Time считается компания Toyota, которая в послевоенные годы радикально изменила формат производства. Из автомобильной сферы модель быстро перебывалась в пищевую промышленность, в фармакологию и, конечно же, в потребительскую электронику. Вот и получаем, что факторов влияния на производство может быть уйма. За примерами не нужно далеко ходить. В 1999 год из-за землетрясения на Тайване было временно приостановлено производство чипов. В 2011 году из-за цунами случился дефицит автозапчастей и микропроцессоров. В том же 2011 году уже на Тайване отметился затоплением и перебоем поставок жестких дисков. Для чего компании используют такую стратегию? Для того, чтобы просто не идти на какие-либо риски, чтобы товары на складах не застаивались и производить такое количество продукции, которое просто обусловлено реальным спросом. Наступает COVID-19, люди начинают про запас все покупать, другие компании начинают про запас все покупать, а Just In Time никуда не делся. И вот мы упираемся в то, что ничего нет. И, конечно же, мне кажется, здесь очень трудно найти золотую середину. С одной стороны, мы сейчас живем в такое время, когда многие люди пропагандируют вообще минималистичный образ жизни, который, кстати, тоже пошел из Японии. Там эта тема очень популярна, когда люди отказываются от огромного количества материальных вещей. У них минимальное количество одежды, мебели, электроники. Живут как будто только заехали в пустую квартиру и говорят, что это классно. Это высвобождает твой разум, мозг и психику. И так проще живется. С другой стороны, я сразу вспоминаю просто замечательный фильм «Книга Илая», в котором показываются последствия катастрофы, когда люди, у которых были хоть какие-то запасы чего-то, одежды, либо же какой-то другой темы, они, в принципе, смогли выжить и остались на коне. Но, опять же говорю, золотой середины здесь найти очень тяжело. Вот такие новости радовали нас и не очень радовали за последние три дня спустя наши замечательные выходные, хотя лето удалось очень странно. То жара, то дождь, непонятно, что вообще происходит с современным климатом. Я думаю, многие это начали наблюдать. Кажется, что наша жизнь уже никогда не будет прежней. Берегите себя, подписывайтесь на канал, давайте общаться в Телеграме. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok